В Губкинской высотке ученики юридического и бизнес-классов решили дать бой невидимому врагу – коррупции. Задача игры – показать, к чему могут привести действия взяточников. Например, в спорте все соревнования носят договорной характер и побеждает тот, кто больше заплатит. При захвате сферы экологии на месте лесов строятся торговые центры. Качественное лечение и образование только за деньги. Детские сады и школы разделены на престижные и непрестижные. В первых, естественно, лучшее обеспечение, более квалифицированные педагоги. Но попасть сюда можно только благодаря связям. И преподаватели в вузах принуждают студентов к оплате хороших оценок на экзаменах. Вот к чему все это ведет. Поначалу фортуна была на стороне нечистых на руку лиц. Определить причастных к коррупционным схемам непросто. Но честным чиновникам это все же удалось. Примерно на середине игры они вычислили тех, кто рад большому конверту и начали аресты взяточников одного за другим. Это интересно, когда начинают с тобой взаимодействовать, когда тебя начинают подозревать. И ты принимаешь активное участие, чтобы себя защитить. Но у меня это получилось. И я осталась в игре. И мы победили. Нужно правильные аргументы подбирать. И в основном я делала акцент на то, что именно приносит эта сфера обществу. Организаторы говорят, участие в такой игре позволит ученикам высотки не только получить знания о негативных последствиях коррупции, но и принимать в будущем правильные решения. Помимо этого, игра способствует формированию активной жизненной позиции и желание бороться с коррупцией в обществе. Я думаю, что мы эту игру будем ещё дополнительно проводить. И мы до этого её ещё проводили. Ещё будем проводить, чтобы ребята всё-таки больше углублялись в эту игру, больше рассматривали форматы сфер, влияние на эти сферы коррупции. И чтобы ребята смогли, так сказать, и в речи научиться аргументировать свою точку зрения. Педагоги высотки надеются, что прошедшее мероприятие стало важным шагом в просвещении молодёжи о проблеме коррупции, а ученики в будущем станут активными гражданами, которые в нашем обществе всегда будут оставаться на стороне честности и порядка. Валерий Усманов, Олег Короткевич, Новости Губкинского.